Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и это случилось! Смута вышла в релиз! Да, к сожалению, это правда. Почему к сожалению? Как вам сказать? Вы знаете, я сделал большое количество видео по этой игре. Я предполагал, что игра будет плохо работающей халтурой, с отвратительной боёвкой. Однако, господа, я во многом ошибся и готов это признать. В чём именно я ошибся, расскажу в этом видео. Где мы по классике обсудим все аспекты релизной версии игры, в которую я успел наиграть уже более 10 часов. И да, это снова не прям полноценный обзор, снова я просто делюсь с вами своими впечатлениями и эмоциями. Но поверьте мне, наиграть в эту игру более 10 часов дорогого стоит. А насчёт полноценного обзора мы с вами чуть попозже поговорим. Сегодня же мы в очередной раз с вами обсудим главные аспекты релизной версии игры. Графику, оптимизацию, геймплей и сюжет. Посмотрим, что же было улучшено разработчиками по сравнению с ранее продемонстрированными материалами. А что они оставили без изменений? И я поясню вам, почему смута на самом деле особо никакая не игра. Но перед этим по классике я напомню, что если вы хороший человек, вам надо подписаться на мой твич канал, где я играю в разные игры, в том числе и в эту игру, чтобы не пришлось в неё играть вам. А также, если вы хотите быть в курсе стримов и новых видео, обязательно подписывайтесь на телегу. Ну и если этот видосик вам понравится, не забывайте про лайк и подписку. А мы наконец начинаем, погнали. И начну я свой рассказ про то, как я играл в релизную версию смуты, опять с опта использования VK Play. Я рассказывал уже в видео про домоверсию, что этот, если можно так сказать, лаунчер, создает вам проблемы. И вот на релизе он тоже мне их создал. Для начала, хваленную мной же в видосе про домоверсию скорость скачивания я тут не увидел. Однако игра весит всего 22 гигабайта. Короче, я подумал, ничего страшного, сейчас скачаю быстренько и пойдём наконец её смотреть. Однако после скачивания началась установка. А потом она повисла и пришлось перезапускать лаунчер и начинать её сначала, чтобы в итоге она выдала ошибку по непонятной причине. И вы мне скажете, ну ты дурачок, Артём, посмотри, у тебя там написано, у тебя мало места на диске просто было. Но я напоминаю, что игра весит 22 гигабайта, а на диске у меня было 167 гигабайт. Видимо, здесь для самой установки нужно гораздо больше свободного места, ибо на другой диске, где было свободно уже 500 гигабайт, игра установилась без проблем. Но для этого мне пришлось потратить целый час и сделать целых две загрузки и установки игры. Я качаю эту смуту, вроде места хватит у меня, интернет ведь тоже быстрый, но как же долго грузится игра. Ведь хочется просто скачать и играть, и мне другого не нужно, а плану ВК-плей другой всё сломать, и всё потому что... Короче, я считаю, что этот лаунчер это просто какой-то высеркалом, и его надо максимально стараться избегать. Делать игру эксклюзивом только этого срадого лаунчера от мейла было отвратительной идеей. Хотя я знаю, почему с Аймелия Новой это сделали, ведь там намного проще накрутить положительных отзывов об игре для отчёта перед институтом деградации интернета. И мне кажется, это и есть настоящая причина, а не всякие там риски столкнуться с политическими мотивированными решениями. Ведь другие российские игры вполне себе нормально выходят в стиме. Ладно, хватит ВК-плей, давайте уже наконец об игре. Так как я записал действительно много видосов, где я делал предположение, какая выйдет в итоге игра из смуты, этим видео я скорее буду дополнять то, что уже говорил. Я хотел бы для начала рассказать, как игра изменилась в лучшую сторону. И да, вы всё верно услышали, релизная версия действительно сильно лучше всего того, что было продемонстрировано, в том числе и в демоверсии. Поверьте мне, игру это вообще не спасает, однако я не могу отрицать то, что определённый прогресс по сравнению со всеми рекламными материалами в релизе явно присутствует. И многие исправления стали для меня полнейшей неожиданностью. Сейчас я вкратце расскажу вам, что было улучшено. Первое, что бросается в глаза, графон. Он был сильно потянут во многих моментах. Было улучшено освещение в тех местах, где раньше оно было ужасным. Это я заметил ещё в демке, однако в релизной версии я увидел улучшение не только в дневном освещении, но и в ночном. Теперь ночью всё вполне себе неплохо видно и гораздо лучше выглядит. Тут разрабы наши претензии как будто бы реально услышали. Кроме того, были улучшены многие модельки, которые ранее выглядели гораздо хуже. Насчёт графона мы ещё поговорим позже, когда затронем его отдельно, но улучшен был не только графон. Я прям на полном серьёзе выражаю разрабам респект, ибо они прислушались к очень многим претензиям, даже мелким. К примеру, помните бегающие глазки персонажей, которые мы видели в демонстрации геймплея от Алины Рин? Они это исправили. Да, местами всё равно встречаются проблемы, однако по большей части этот эффект нашкодившего был поправлен. Далее вода всё-таки стала реагировать на нас, и тот кошмар, что был в демоверсии, исправлен. Гулять по дну теперь не выйдет, и наш герой плавать, конечно, не умеет, но утонуть может. На момент 10-часового прохождения у меня так и не получилось погулять по дну ни одного водоёма. И вода реагировала на меня, когда я в неё входил. Более того, наш герой тоже реагировал на воду, и когда он заходит поглубже, он как бы замедлялся. Так что тут ещё один такой маленький плюсик разрабам за старанием. А ещё тот самый мёртвый мир стал чуть живее. Живым он, конечно, не стал, но чуть поживее, да, у них получилось сделать. Потому что теперь наши болванчики, когда стоят друг рядом с другом, не просто машут руками, но и разговаривают. И везёт и на гору. А там мне сам чёрт не брать. Они разговаривают? И встанаю! Разговоры, конечно же, идут по кругу, и они как бы не особо интересные, но они есть. И теперь всё это выглядит далеко не так глупо, как это было в той же демке или других геймплейных демонстрациях. А ещё в этот мир добавили берёзки. Ну слава тебе, Господи, а то в демке было как-то неправославненько. И пока мы говорим о хорошем, а осталось недолго, поверьте мне, давайте я сразу скажу, что графон в игре — это самая сильная её сторона. Я уже отмечал в видео про демку то, что освещение работает хорошо, и теперь могу смело сказать, что оно часто прям спасает графику игры. После того, как разработчики поправили ночное освещение, претензий к графике стало ещё меньше. Ну и плюс работа художников, опять же, просто отличная. Дома, локации с растительностью, одежда персонажей — всё на вполне достойном уровне. Но тут надо говориться, что хорошо картинка выглядит только в статике. Игра как будто была создана так, чтобы делать скриншоты. Пока ты стоишь на месте и не двигаешься, картинка прям может быть отличной. Но только ты начинаешь передвигаться, то сразу видны и слабые анимации, и полное отсутствие интерактивности мира. А ещё в игре практически полностью отсутствует физика. Однако я не могу, опять же, отрицать, что играя в смут, и мой глаз частенько радовался тому, что он видит. И если бы у игры были нормальные анимации, и хоть какая-то реакция окружающего мира на главного героя, я бы прям сказал, что игра выглядит отлично. А так, игра выглядит как твои матчи из Тиндера, когда на фотках всё вроде хорошо, а в жизни всё сильно печальнее. Про оптимизацию я говорил вам в демке, что она неплохая, но здесь надо оговориться. Потому что действительно, в начале игры, на максимальных настройках, с включённым на ультеркачестве DLSS, у меня вообще игра не лагала в 4К. Она казалась сильно лучше оптимизированной, чем даже домоверсия. И сначала я порадовался, однако всё не так хорошо, как казалось на первый взгляд. Поиграв несколько часов и пройдя чуть дальше по игре, я всё-таки столкнулся с проблемами оптимизации и падениями FPS в некоторых локациях. Чем дальше, тем дольше мы играем в эту игру. На старте FPS был, сейчас FPS нету. Его нет. Хотя, казалось бы, лагать там особо было нечему. Так что тут, видимо, разработчики отполировали только начало игры, а вот дальше у вас действительно могут быть проблемы. Но я всё же скажу, что я ждал прям тотальный лагодром, а тут всё не так ужасно. Примерно на уровне Драгонс Догма 2. Ну и, ребятки, на этом всё. Больше ничего хорошего я про игру сказать не могу. Ну хотя ладно, музыка ещё нормалёк, сильно не раздражает, хоть и не блещет разнообразием. Ну вот теперь прям точно всё. И я знаю, что вы все тут собрались не за тем, чтобы слушать, какая смута хорошая. Так почему же всё-таки смута, как написано на превью, всё-таки тотальный пи***ц? И тут так много всего, что я даже не знаю, с чего начать, и боюсь что-то забыть. Ну, короче, погнали. Озвучка. Она плохая почти во всём. Со времён демонстрационных роликов ничего не поменялось. Так что на релизной версии я стал замечать ещё большие проблемы. Первое, что бросается в глаза, ну вернее в уши, это озвучка главного героя. Он просто отвратительно озвучен, жутко раздражает. Я не буду говорить про качество самих текстов, об этом мы чуть позже обязательно поговорим. Я говорю про интонации, с которыми говорит главный герой. Да-да, я вот про это вот. На нашей земле ты в гостях, так что прояви уважение. И восстали машины из пепла ядерного огня. Нам на стрим по смуте зашёл Егор Васильев и объяснил, что на самом деле чувак, который озвучивает главного героя смуты, довольно известный актёр сериалов. Называть он его, правда, не стал, видимо, чтобы не портить ему репутацию. И в интернете я чё-то инфы не нашёл. Поэтому если вы знаете, кто озвучил главного героя смуты, пожалуйста, напишите в комментариях. Буду очень сильно вам благодарен. Так вот, Егор сказал, что вина не на самом актёре, а на тех, кто эту озвучку в целом организовывал. И, видимо, просто прислали текст и сказали, вот, озвучьте, плиз, там, из контекста, если что, разберётесь. И в итоге получилось то, что получилось. Но проблема здесь не только в главном герое. Многие персонажи, если их можно так назвать, звучат совершенно неэмоционально. У них на такие вещи нюх, как у собак. А в ополчении нет такого? Я хочу спать. Если бы имелся, разговора бы и не было. И кроме плохой актёрской игры, встречаются и технические недостатки. Например, качество звука некоторых персонажей будто такое, как будто их озвучивали на телефон. Написано, зимний порой пришёл к ним странник, больно весь. Короче, озвучка просто отвратительна почти полностью, за исключением некоторых моментов, где привлекали профессиональных актёров, которые действительно знают своё дело. Вот в эти редкие моменты она звучит неплохо. Уж не сабли ли ты их убеждать собрался? Однако даже профессионалы иногда озвучивали игру, ну, прям над е**ть. В прежние времена бывало, купцы с товаром безбоязненно ездили от Москвы до Мурома. Также ничего хорошего я не могу сказать и про звуки самой игры. Игра звучит так, как будто она из 2005 года. Больше всего из звуков мне понравился рычащий волк, который рычит, прям как незаводящийся во дворе Москвич 2141. Это волк есть чё. Короче, звучит игра сильно хуже того, как она выглядит, но поверьте мне, это вообще не самая большая её проблема. Идём дальше. Сюжет, персонажи и диалоги. Господа, я совсем не преувеличу, если скажу вам, что диалоги и сюжет смуты, это не просто плохо, это худший диалоги и сюжет, который я когда-либо видел в играх за последние несколько лет. По сравнению со смутой, игры Юбисофт это просто шедевральные диалоги, лучшие персонажи и очень захватывающий сюжет. Основная проблема всех диалогов, помимо всратой озвучки, это дикое пустословие. Их будто бы писал чат GPT, которому дали задание соблюдать определённое и совсем не маленькое количество знаков. Диалоги очень длинные и 90% того, что говорят герои, не представляет из себя никакой ценности, не несёт в себе вообще никакой нужной информации. Это просто словесный понос, который заебывает уже через пару часов игры. Ты всё ждёшь и ждёшь, когда же персонаж перейдёт к делу, но он всё тебе рассказывает какую-то ненужную совершенно хрень. А ты сидишь и слушаешь, не понимаешь зачем, забываешь уже вообще о чём изначально шла речь. И из таких диалогов складывается весь сюжет, который подаётся рваными событиями, прыгающими от одного к другому, без мотивации персонажей вообще. Сначала Юрий вроде бы был за польского движенца, либо ему просто было бы как-то насрать. Ну вот уже через полчаса он хочет в ополчение к Минину и Пожарскому, а ты сидишь и не понимаешь, что случилось и нахрена ему это. События в игре вообще не интересны, и там ничего по сути не происходит. Мы бегаем от NPC к NPC, выполняем какие-то бесполезные мелкие задания, слушая бесконечный словесный понос, и это просто отвратительно, это мучительно скучно. Так тяжело не игралась для меня ни одна игра. И мне кажется, что даже актёры озвучания тоже понимали всю унылость диалогов и даже реагировали на неё. Вот посмотрите на этот отрывок. Да прикажите пану Лисовскому передать, что воеводы Биркина его панскую милость в высокой чести держит, хоть и другом ему назваться не может. Чего? Чего, блин? Я уж не буду говорить про то, что практически ни один персонаж игры мне не запомнился, ну разве что кроме польской пани Ирен. И не потому что она какая-то интересная, а потому что очень уж хотелось с ней переспать. Кстати, с X не вышло спойлер. Короче, скучнее сюжета, персонажей и диалогов в этой игре может быть только то, что от нас так долго скрывали. Вы же понимаете, о чём я. Ведь мы подбираемся к тому, почему смута это вообще никакая не игра, и причина в этом геймплей. Знаете, я думал, что разработчики не показывали нам геймплей, потому что он глючил, лагал, был, ну скажем так, некачественным, с плохой боёвкой и непроработанными механиками. Однако, поиграв в релиз, я понял, почему они скрывали от нас геймплей. Дело в том, что с момента их же собственных заявлений о том, что они не показывают геймплей, потому что там даже полчаса геймплея не готово, ни хрена не поменялось. В игре реально практически нету геймплея. Это какая-то анимированная визуальная новелла, где 80% времени ты слушаешь диалоги, 10% времени бежишь до места, где снова будешь слушать диалог, и вот только оставшиеся 10% ты типа играешь. И б***ь, лучше бы этих 10% не было вовсе, так как абсолютно любая механика игры, которую хоть как-то можно отнести к геймплею, не доработана и играется абсолютно убого и максимально мучительно для игрока. Боёвка, она всё такая же кривожопая. Я сделал отдельное видео про боёвку, если вы его не видели, можете посмотреть, так как почти все претензии к ней остались в силе. Как я и думал, её в релизе совсем не подтянули, не поменяли и не доработали. Боёвка осталась очень неудобной, совершенно неинтересной, мучительно медленной и антидинамичной. По сути, сводится она к закликиванию противника в надежде то, что ты нанесёшь удар первым. Да, можно пытаться уворачиваться и ставить блок, который, кстати, всё-таки есть в игре. Я не смог его сразу найти в игре из-за абсолютной неочевидности того, как он работает. Дело в том, что для блокировки удара противника надо просто встать на месте и зажать пробел. Двигаться с блоком нельзя. Он полностью блокирует урон врага, ломая баланс в боёвке. Иногда можно стоять в блоке, и тебе ничего не будет. Ну да, сбить его всё же можно ударом ноги. Однако способны на это далеко не все враги. Ну или они осознанно дают тебе передышку, чтобы ты отдохнул от убогости этой боевой системы. Сильный удар в релизной версии, кстати, тоже есть, но он просто наносит чуть больше урона и как-то значительно от слабого удара не различается. И вот, вроде бы, есть и блок, и дэш, и два разных удара. Сражайся на здоровье. Но все эти элементы настолько криво работают из-за неотзывчивости управления, что тебе не хочется с ними морочиться. Тебе хочется просто поскорее закончить любой бой, закликивая противников, потому что это просто быстрее. Так как геймплейно-боёвка всё ещё не зрелищная и нудная, а уж бой с несколькими противниками, как я и предсказывал, это вообще кошмар и ужас. Тебя тупо ебут со всех сторон, как в популярных фильмах. Так что единственный нормальный способ сражаться с несколькими противниками, это отбегать в надежде, что кто-то из врагов застрянет, пока будет за тобой следовать. А это происходит частенько, и вот тогда ты успеешь убить всех по одному. Иногда, однако, бегство не спасает. И тебя просто заспамливают несколько врагов, ибо, как я говорил ранее, от любого удара Юрий попадает в стан, и у тебя нет никаких шансов из него выйти до удара следующего врага. И я ещё раз скажу, это никакая не хардкорность, это кривизна. А также добавлю умникам, которые мне писали, что, мол, боёвка смути такая, потому что это реализм. Да, конечно, очень реалистичная боёвка, где у тебя у огнестрела бесконечные патроны, а над врагами появляется полоска ХП. Боёвка Kingdom Come Deliverance просто посасывает по реализму в сторонке. Единственное, что спасает в этом плане игру, то, что драк, особенно в первые часы игры, мало. Ведь не забывайте, геймплей в игре по минимуму. К сожалению, поиграв дальше, я понял, что драк становится больше, и это скорее недостаток, чем плюс. Лучше бы драк в игре вообще не было, оставили бы мне один огнестрел, чтобы я просто отстреливал врагов и не мучился. Но если вы думаете, что боёвка это самая сломанная механика игры, вы ошибаетесь? Ведь в игре есть стелс. И я снова ответственно заявляю, что худшего стелса я не видел за всю свою жизнь. По сравнению со смутой, даже голум выглядит топовой стелс-игрой. Прятаться в игре особо негде, нет кустов. Часто нету даже каких-то препятствий, за которыми можно укрыться от врагов. А когда они есть, это вроде как даже не работает, тебя всё равно замечают. Так что стелс в игре в итоге сводится к тому, что надо стоять подальше от врага, который в какой-то момент должен отвернуться от тебя, и ты в присядке должен поскорее от него избавиться и ваншотнуть. При этом абсолютно насрать, если между вами и врагом нет никаких укрытий, главное, чтобы он просто стоял подальше. Но при этом тебя могут заметить какие-то другие враги, ведь расставлены они без всякого баланса, их маршруты не продуманы. Короче, это очередной позор, зачем надо было добавлять подобный стелс, никому не понятно. Более того, игра тебя иногда прям форсирует к стелсу, то есть некоторые миссии нельзя пройти в открытую, потому что типа тебя не должны заметить. В итоге приходится и тут страдать, и терпеть. И всё, друзья, основные механики игры закончились. Остались только убогие огрызки механик, типа совершенно дурацкой прокачки с амулетами, которые выдаются за квесты. Ты вставляешь этот амулет, но никакой ощутимой разницы в геймплее не замечаешь. Я за 10 часов так и не понял, зачем они, что они меняют. Возможно, они нихрена и не меняют, типа вот смотрите, но у нас есть прокачка, вставляете амулеты, смотрите плюсики к циферкам. Там что-то типа меняется, честно-честно, обещаем. Есть и другие огрызки механик, например, в игре есть конь для передвижения по локациям. Узнал я о нём, правда, не сразу, так как в самой игре мне о нём нигде не сообщали. Посказал мне тут любимый чат, сообщив, что его можно вызвать, нажав клавишу X на клавиатуре. И вот по сравнению с этим конём, наша любимая полотва из Ведьмака просто шедевр реализма и управления. Бало того, что конь появляется из ниоткуда и исчезает тоже в никуда. Тут разработчики вообще не заморачивались и не удосужились делать так, как было в Ведьмаке, когда полотва просто материализовалась где-то за кадром. Тут прям в открытую из земли появляется наш жеребец апокалипсиса и туда же он исчезает. Кроме того, управление конём ужасное. Потому как локации сделаны так, что вам намного проще будет передвигаться на своих двоих, а не на вечно застревающем коне. А ещё конь может просто отказаться вас куда-то везти. Сначала мы думали, что это только ночью, типа коню плохо видно, и вообще ему впадло куда-то с вами скакать, он в аду лучше подождёт, пока день наступит. Но потом конь и днём начал просто отказываться меня куда-то везти. Как это работает, я вообще не понял. А ещё в игре есть наши любимые и крайне убогие миссии по сопровождению NPC. И вот представьте, такие миссии убоги сами по себе, но смута эта смогла ещё ухудшить. Так как NPC тут бегать не умеют, и надо очень медленно за ними идти, и в этой унылой тягомотине это прям весь геймплей смутает. Ещё мне очень понравилась смена дня и ночи в игре, кстати. Происходит очень резко и без всяких предупреждений. Никаких тебе красивых закатов и ничего подобного. Либо день с ночью меняется просто по сюжету, либо ты вот стоял себе спокойно на локации днём, а тут хренак и ночь наступила. Я просто похлопаю. Перемещение между локациями тоже кринч. Ты просто бежишь куда-то и бац, экран загрузки, и ты в другой локе, которая совсем по-другому выглядит. Как ты туда попал, непонятно. Просто телепорт. И вот всё в игре ощущается вот таким вот тяп-ляп. Как будто сделано на отъебись. Для отсчёта. Типа вот у нас есть, смотрите, смена дня и ночи, а вот у нас есть конь, а вот у нас тут боевая система, а вот у нас тут большой и долгий сюжет с кучей озвученных диалогов. Ну почти каждая эта деталь халтура, она просто повсюду. Ну вот для примера, посмотрите, миссия, где я должен сопровождать повозку, защищая её от нападения бандитов. Повозка просто стоит в начале локации, она даже не запряжена. Я ждал какое-то время, что может она там поедет, но нет, надо было просто сделать пару шагов. Потом внезапно на дорогу упало дерево, и из него, блять, выскочили бандиты, убив которых я завершил миссию. Это же просто пи***ц, как такое можно выпускать в 2024 году, я не понимаю. И такой халтурой полна вся игра. Да, вот ещё один пример. Смотрите, персонаж, который по сюжету является стариком и озвучен старческим голосом, выглядит при этом как молодой. Никак не могу. Семья у меня там. Дети, внуки. Короче, ладно, всё, с меня хватит. Я хочу с вами быть честен. Я делаю все эти видео не потому, что игра заслуживает хоть какого-то внимания, а просто потому, что видео по ней собирают просмотры. Тут я врать не буду, с хайпом разработчики справились отлично. Стримы по игре одни из самых популярных на моём белком твич-канале, где даже косаря подписчиков нет. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на твич, давайте уже до косаря доползём, я вас умоляю. Ссылочка в описании. И видео тоже отлично заходит, но я скажу вам почему. Потому что люди любят смотреть на всякий кринж. Это как вот эти шоу «Беременов 16» или «Пусть говорят», где творится полный трэш. Они популярны не потому, что мы реально там героем сопереживаем, а потому, что нам нравится смотреть на такой позор. И поверьте мне, позор – отличное слово, чтобы охарактеризовать смуту. Это не игра с косяками из серии «Ну вот, разрабы позже допилят». Её нельзя допилить, её надо полностью переделывать, оставив только симпатичными местами визуал. Причём мне кажется, что разрабы прекрасно понимают сами, в каком состоянии их игра. Посмотрите, как они советуют игроку загрузиться пораньше, ибо игра хреново сделана. И надо соблюсти некоторые неочевидные условия, иначе игру дальше не пройти. Изначально мой план был такой – я сделаю видео с впечатлениями, а потом доиграю в игру до конца, пройду её полностью и сделаю полноценный обзор. Но теперь я вообще не уверен, что смогу это выдержать. Что смогу выдержать часы этой унылой кривой боёвки, беготни по локациям до очередных затянутых унылых диалогов, состоящих почти полностью из словесного поноса. В этой игре нет ничего, ради чего в неё стоит играть. Она не следует даже своей основной цели, она не несёт никакую историческую ценность. Учитывая, как рвано и глупо с кучей воды тут подаётся сюжет. Лучше посмотрите несколько исторических передач, чем играть в этот пиздец. Если вы думаете, что я перечислил все её проблемы, это не так. Просто тогда бы видео вышло слишком долгим, а смута этого недостойна. Зато вы можете указать на другие проблемы и кинжовые моменты в комментариях, чтобы мы вместе с вами посмеялись. Однако, если вдруг это видео побьёт рекорды по просмотрам и количеству лайков, я всё же попробую пересилить себя и, возможно, пройду игру полностью и запишу обзор. Опять же, я не обещаю, потому что, поверьте мне, вытерпеть это сможет не каждый. Кроме того, в игре куча софтлоков, блокирующих прохождение. Ну, кто бы как бы сомневался. Но если стата прям меня хорошо мотивирует, то я постараюсь. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и подписывайтесь на телегу и на твич, приходите, чтобы поддержать меня в моих страданиях. А на сегодня это всё, спасибо большое всем, кто досмотрел до конца, и играйте только в хорошие игры. С вами был Мародёр, 120 гигабайт, жёстких всем респектов. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok